Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! На библейском портале экзегет читаем Шофтим, книгу Судей. В начале 12 главы описывается история, которая похожа на ту историю, которая уже происходила в 8 главе. Там ефремляне колено Эфраима выдвигали претензии Гидеону, говоря, что это это сделал с нами, что не позвал нас, когда шел воевать с мадионитянами. И сильно ссорились с ним, с Гидеоном. Ефремляне любили ссориться. И здесь тоже 12 глава. Ефремляне собрались и перешли к Севину, местечко такое Севин, и сказали Ифаю, Ифтаху, для чего ты ходил воевать с аманитянами, а нас не позвал с собою. Мы сожжем дом твой огнем и с тобою вместе. Очень сильно они рассердились, потому что если война приносит победу, то военная добыча, трофеи. А ефремляне воевать-то не шибко хотели, а наживой, военной добычей попользоваться хотели. И где вы раньше были, почему вы раньше не приходили воевать? А теперь вот плоды победы хотите, значит, оспорить с Ифаем. Ифтах сказал им, я и народ мой имели с аманитянами сильную ссору. Я звал вас, но вы не спасли меня от руки их. Ведь и Гидеон был бы не против, если бы ефремляне участвовали в его делах. Вот и здесь тоже Эфраим, колено Эфрема, выдвигает претензию Ифтаху. «Видя, что ты не спасаешь меня, я подверг опасности жизнь мою и пошел на аманитян и предал их Господь в руки мои. Зачем же вы пришли ныне воевать со мною?» Они вообще очень так решительно настроены. «Мы сожжем, — говорит, — дом твой огнем, да еще и вместе с тобой. И собрал Ифтах всех жителей галаадских и сразился с ефремлянами». Это еще не полномасштабная гражданская война, а гражданская война будет дальше. Но не первая уже, внутри колен такая, междуусобица, между коленами, да? Было это уже и раньше, мы читали. «И побили жители Гильада, Эфраима, говоря, вы беглецы Ефремовы, Галааджи среди Ефрема и среди Монассии». «Эфраим и Менаше, родные братья, близнецы, сына Иосифа, но разные колено. Что сделали галаадитяне дальше?» Интересная история. «И перехватили галаадитяне переправу через Иордан от ефремлян, и когда кто из уцелевших ефремлян, недобитки, такое, как сейчас говорят, беспорядочное отступление у них, хотят вернуться на горе, свое на горе Ефраима, но для этого им надо из галаада перейти в свою землю, в святую землю израильскую, туда, в обетованную землю. А как ее перейти? Иордан, но есть места, где переправы, где Иордан перейти легко. И тогда оставшиеся недобитыми вот эти самые ефремляне, уцелевшие, как здесь сказано, приходили на переправу, галаадитяне им говорили. То есть Менаше, Гад, вот эти колена, говорили колену, представителям колена Ефраима, Ефрема. Говорили они ефремляне, галаадитянам, так, «Позволь мне переправиться». То жители галаадские говорили ему, «Не ефремлянин ли ты?» Он говорил, «Нет». Они говорили ему, «Скажи, щеболит». А он говорил, «Сиболит». И не мог иначе выговорить. Вот разное было произношение. Разное было произношение. То есть в ту пору были в древнееврейском языке какие-то диалекты. Вот свидетельство об этих диалектах. Или говоры, может быть. Говоры, да? Вот есть в русском языке диалектов нет, но есть говоры. И житель Вологды говорит совсем не так, как житель Кубани. У них разные говоры. Одни окают, другие акают. Москвичи гласные растягивают. Говор разный, хотя диалектов нет. Поэтому были ли диалекты внутри израильских колен, разных колен свои диалекты или нет? Или просто различия в говорах? Непонятно. Но вот такое интересное свидетельство о древнееврейском языке. Пример такого вот неодинакового произношения слова «щеболит». «Щеболит» – это колос. «Колос» переводится. Вот он не мог выговорить. Ну что ж, не можешь сказать правильно тогда. «Взяв его, заколали у переправы через Иордан. И пало в то время из Ефремлян 42 тысячи». То есть довольно такое. Кровопролитное было мщение Ифтаха и его людей, голодитян, вот этим самым Ефремлянам. Они хотели его сжечь вместе с его домом. Произошла война, небольшая войнушка. Вот. И 42 тысячи. Ну, цифра большая все-таки, да. «Ифтах был судьей Израиля шесть лет». Седьмой стих читаем. Недолго, шесть лет всего. Потом он умер. «И умер Ифтах голодитянин и погребен в одном из городов голодских». Так заканчивается история Ифтаха, Ефая, которого современные авторы относят к числу малых судей. Хотя текст довольно продолжительный. Есть судьи великие, есть судьи малые. Вот Ифтаха обычно записывают в малые судьи. Шесть великих, шесть малых судей. Ну, а дальше во второй половине 12 главы говорится еще о двух других судьях малых. После него был судей Израиля Есивон из Вифлеема, из Бейтлехема. Но, скорее всего, имеется в виду не Бейтлехем иудейский, который на юг от Иерусалима, да, а Бейтлехем в колене Звулуна, в Завулоновом колене, близ Нацрата, близ Назарета. Там тоже был такой вот город хлеба, Бейтлехем. Дом хлеба, дом хлеба Бейтлехем. Скорее всего так, потому что речь идет о северных коленах. Вообще книга судей, она в основном про северные колена. После него был судьей Израиля Элон Завулонянин, то есть тоже Звулун. И судил Израиля десять лет. Семь лет судит Есивон и десять лет Завулун. Как они судили, какие события в то время были, об этом книга судей не повествует. Говорится только о них, что вот они судили, как их звали, откуда они судили, и умерли, и погребены. Тот был погребен, Исивон, в Бейтлехеме у себя, в Вифлееме. Элон Завулонянин погребен, в Айялоне, в земле Завулоновой. А еще один судья здесь упоминается в этой главе, Авдон. Вот три малых суди. Вслед за Ифтахом, Исивон, Елон и Авдон. А Авдоне мы читаем. После него, после Элона, был судьей Израиля Авдон, сын Гиллеля, пирафонянин. Пирафонянин, пиратони, буквально. Это его, он оттуда родом был. Пиратон, это локализует, это селение, вряд ли это город, это селение на юго-восток от Шхема, от Сихема, то есть Ефремова на горе. Шхем, и вот поблизости от Сихема, на юго-восток, вот этот самый пиратон. Пиратон. Так о нем говорится об этом Авдоне чуть больше, чем о предшествовавших ему судьях, о Есивоне и Элоне. Говорится, 14 стих. У него было 40 сыновей и 30 внуков, ездивших на 70 молодых ослах, начальство. Он судил Израиля 8 лет. То есть такой клан семейный. Дети, внуки ездят на молодых ослах. Обычно люди в ту пору пешком ходили. Но если на ослах они ездят, значит уже начальство. Ну понятно, что если есть начальник, то и дети должны ездить на роскошных видах транспорта, да? Как это все актуально для нашего времени. Есть большие начальники, а их дети тоже ездят на молодых ослах. И умер Авдон, сын Гиллела, пирофонянин из Пиротона. И погребен в Пиротоне, в земле Ефремовой, на горе Амаликовой. Значит, на горе Ефраема. И почему-то гора Амаликова. Почему так названа гора, на которой он похоронен? Неизвестно. Амалик – кочевое племя на юг от Израиля. Почему эта гора названа Амаликовой? Кто ее так назвал и по какой причине? Священное Писание умалчивает. И как бы мы не отвечали на этот вопрос, за рамки гипотезы мы не выйдем. Ответ можно искать, давать, но это останется чистой гипотезой. Мы не знаем, почему гора была названа Амаликовой. В Писании очень много тайн, загадок, о которых мы в этом веке, наверное, не узнаем. Разве что в будущем. Запись эта сделана для библейского портала Экзегет и более не для кого.